Посмотрите В России Здесь другие Трудились Вы войдете В их труд Отче Александре Отче Александре Молите Бога о нас Отче Александре Отче Александре Молите Бога о нас Отче Александре Отче Александре Здравствуйте, друзья! Сегодня особенный день 9 сентября Рого 30 лет назад 9 сентября Был убит отец Александра Для всех Нас, кто его знал Для тех, кто его Не знал лично, но Читал, слушал Это день особенный День памяти День благодарности И печали И Передача у нас Сегодня будет Необычная Дело в том, что На днях мы Были в гостях У наших старых Любимых друзей Отца Вячеслава Перевезенцева И его Супруги Даша И Разговаривая Конечно, мы Не просто Касались отца Александра А в основном О нем-то и говорим И нам пришло в голову Записать Этот разговор Записать то, что Говорил Отец Вячеслав И мы решили, что мы Сегодня Дадим вам возможность Увидеть и услышать Отца Вячеслава Говорящего Отца Александра А пока Как всегда Мы начинаем Со слова Царя Александра В Библии Говорится О том, что Человек создан По образу И подобию Божию Это как раз То, о чем я сейчас Вам говорил Но другими словами И Чем ближе Он к своему Первообразу Тем ближе Его цель Чем ближе Он К тому Совершенному И непостижимому Тем Прекрасней И гармоничней Становится Его жизнь Несмотря на Возможные Трудности Борьбу Несмотря на Возможные Жизненные Трагедии Катастрофы И преодоления Более того Сам процесс Преодоления Сам процесс Борьбы Является Не какой-то Теневой Страной Нашей жизни Но Именно Очень Важным Рычагом Для того Чтоб Человек Превзошел Самого себя Каким Он Является Ныне Дорогие Друзья Мы с вами знакомы Больше Тридцати лет Правда И знакомы Мы с вами Не Почему-то А Мы знакомы Благодаря Через Отца Александра И Вот Сейчас На днях Исполняется 30 лет Со дня Его Гибели И поэтому Нам хочется Вспомнить Ну Не только Само трагическое Событие Но и те Счастливые Годы Когда мы Общались С ним И друг с другом Вот Очень Хотелось бы Чтобы вы поделились Тем Что для вас Не просто Что для вас Значил Отец Александр Что он для вас И значит И как это Произошло Ну Даша Сколько себя Помнит Столько Наверное Помнит отца Александра Да В принципе Я себя мало Помню Отца Александра Помню Можно Только громче Не бойся Вот А Дядя Вячеслав По-моему Созлали на поле Для меня Это конечно Была самая важная встреча В моей жизни И Собственно И с вами Я Встретился Благодаря отцу Александру Самое главное Что было Отца Александра Ответился Церковь Со Христом То есть Именно Через него Я пришел Церковь Это конечно Всегда Если есть Такая встреча В жизни Человека Она Всегда Самая важная Самая яркая А Помнишь обстоятельства? Я очень хорошо помню Буквально День и час Когда это произошло Да? Да И естественно Все что этому Подшествовало И Что после этого случилось? Вот если можно Расскажите Немножко про это Как вы знаете Ну Программа Екатерины Шуйман Есть Такое Такое Слово Что В нашей жизни Есть события Есть новости Новости Это то что случается А события Это то что Имеет последствия Вот Для меня Встреча со своим Александром Было конечно Как я уже сказал Самым Важнейшим Событием В моей жизни Не только Вот тех лет А вот Сейчас Прожив уже много лет И Много что За эти годы Прожив Я сам могу сказать Что Самым важным Самым главным Для меня была Именно Встреча со своим Александром И то что за этим Последовало Я Искал Бога И У меня были На этом пути Хорошие Ну как сказать Провожатые Люди Которые давали мне Книги И что-то Подсказывали Я не ошибаюсь Это был Сергей Сергеевич Хороший Да это был Сергей Сергеевич Хороший Которым я попал В каком смысле Случайно Буквально Просто потому что У него были книги Которых Тогда Это было в 80-е годы 20-го века Почти ни у кого не было Книги по русско-религиозной Философии И меня это очень интересовало И он давал эти книги Я их читал Потом о чем-то Мы разговаривали И вот я очень хорошо помню Что как-то После того как я прочитал Столпы утверждений Истины Отца Павла Флоренского Который конечно Прозвел на меня Сильнейшее впечатление В такой До такой степени Что я Сфотографировал Потому что Это Ксеять было Трудно Почему-то Она толстая Толстая Это 800 страниц Да И я ее просто сам На свой фотоаппарат Сфотографировал Затем Сам Отпечатывал Здесь снимки С каждым разворотом Вот И она у меня до сих пор Есть В таком Фотографическом формате Это редкий Такой экземпляр Есть когда-нибудь Музей советского времени Да Мне кажется Это будет интересно Потому что Есть Ксеркс Есть Самые Ну когда Машинки Что-то перепечатают А это вот фото Ну мы что-то тоже Фотографируем Причем Все самостоятельно Не то что там Я кому-то потом отдал Кричина отца Проявлять Все это делал Я сам все делал Школьником Я был таким Любителем фото Ну вот короче Прочитал я эту книгу И здесь ничего не понял Ничего Ну Школьником А многие взрослые Не понимают Так и взрослые Я ничего не понимаю Ну Кроме Может быть Самого главного Раньше она была написана Потому что Эта книга Это его Календарская диссердация Четырнадцатого года За Павлом И Происловил пишет Что Его задача была Рассказать о церкви Ну а церковь Сказать очень сложно Потому что Она не умещается В словах Вот Церковь есть жизнь И Чтобы понять Такую жизнь Нужно Зажить этой жизнью Нужно войти Внутрь этой жизни Тогда Что-то станет Понятно Но все же Вот Я пишу Эту книгу И Кому-то Может быть Поможет Сделать этот шаг В сторону церкви И Таким Вот Я Студент Технического Вулла В общем-то Совсем не философ Но Но Живый И Создававшись Как раз Философской мысли Русской Я был В каком-то смысле Сучником Достоевского Потому что Именно Достоевский Меня Напомнил о Боге Точнее не напомнил А именно Впервые Заставил Задуматься Над этими Вечными вопросами И Вот Там же В этом предисловии Отец Павел пишет Как невозможно Научиться Плавать По самому учителю Какой бы он не был Прекрасный Как бы хорошо Не был написан Но Все равно Вот Даже если будете читать Вот сейчас Нога идет налево Рука направо Сделайте вздох Когда вас отпустят В воду Вы утонете Вы не научитесь плавать По самому учителю Чтобы научиться плавать Можно оказаться В воде И начать плавать И только после этого Вы научитесь плавать Вот так и в церковной жизни Нельзя научиться по книгам Какие бы они ни были Прекрасные Они Конечно Нужны Но Нужно Оказаться В этой стихии Нужно Начать Пыть И тогда есть шанс Научиться Плавать И вот Я сказал Сергею Сергеевичу Что из всей этой толстой книги Она больше 800 страниц Не столько же страниц Комментариев Я запомнил только вот эти слова Потому что Понял что они ко мне обращены Я тогда поставил перед ним вопрос Сергей Сергеевич Где Где это вот Где я могу войти Вот Снехи Что Как мне Вот войти в жизнь церкви Что просто идти в соседний храм Я жил недалеко от метро Сокол Там был храм всех святых Он сейчас есть Я уже заходил не раз Но никакого церкви там не ощущал И не понимал того что делать Заходил И выходил Вот так вот Он сказал Ну нет конечно же Нужно Между другое Но для начала Почитайте вот эту книгу А затем мы подумаем еще И он мне дал книжку Которая называлась Автор которой был Андрей Боголюбский Книжку называлась Сын человеческий Я ее прочитал конечно За этот же вечер Когда нашел до дома Была книжка об Иисусе Христе Как все вы знаете Которую написала Отец Александровна Издавалась она Первоначально под псевдонимами И вот Когда потом я пришел к Сергею Сергеевичу После того как я прочитал Я сказал что да я прочитал Вот И еще больше хочу Буду быть в церкви Да Он говорит Ну я вас познакомлю С автором этой книги И за отец Александр Мень Он в свое время крестил меня И Он уже подскажет Что делать И он позвонил С моим знакомым Прихожарам отца Александра Потому что В то время Мне кажется он уже не был в приходе Сам Договорился с ними Когда они едут В новую деревню Там где служил отец Александра И чтобы они взяли Меня с собой А кто это был? Это была Знаете кто? Это была Вдова Хинкеса Да Знаю конечно Вот Галина Сулимова Сергей Сергеевич Заканчивал перевод улицы Да И вот он хорошо ее знал очень И была вторая женщина Но они были видны очень такие Старинные Прихожане Они очень Ну Как я понял Ну Во-первых Постоянные И Давно Знавший отца Александра И мы поехали Встретились на Рославском анзале Мне сказали где Сели в электричество Приехали В Пушкино Потом Автобусы Пусть многие знают И Пришли В храм Я Может быть Никогда бы Не запомнил Что это был за день Но я запомнил Потому что Храмово полу пустой Отец Александр служил Это был Суббота Или Следа То есть не воскресенье Не праздник Вот Кажется суббота все таки была И Шла Как я сейчас уже понимаю Естественно Я ничего не понимаю вообще Для меня это все было Сейчас я это понимаю Это было Утреннее богослужение За утренней Читается канон А во время этого канона Сюда упоминается тот или иной святой Кому сегодня церковь вспоминает И вот Шла утрення Читался этот канон Такой с кратоворкой Естественно Ничего не понятного Естественно По-другому читался Я ничего не понимал Но я очень запомнил И потом Запев Вот Читал о Соне Рукове На пиросе И она все время говорил Преподобный Киро Иоанн Иоанн молите Бога о нас Преподобный Киро Иоанн Иоанн молите Бога о нас Киро Иоанн молите Бога о нас Это вообще запомнилось Потом я посмотрел Киро Иоанн Да Были такие Преподобные мученики Киро Иоанн Кстати Как потом Я выяснил Их очень любил Дед Александр И так я потом В церковь была Киро Иоанна В которой Ходионы Да Это было Северское Подворье Подворье На Солянке Да Которую потом снесли И Была икона Такая очень почитаемая У отца Серафима Бутюкова Киро Иоанна В общем В этот день я оказался там Вот И И Тец Александр Я просто встал И таким столбом стоял И все Ничего не понимаю Ну Я даже помню где я стоял Как заходишь в храм Налево И вот сразу Отошел Как будто Центр Чтобы не мешаться никому И встал Все Какой это был год? Это был 89-й год Да 89-й год А не раньше? Нет Раньше Раньше Да Раньше Раньше В 87-й год В 87-й В 87-й В 87-й год Да Это был соответственно июль месяц 11-й 11-й июля Вот Потому что память Киро 11-й июля Вот Я все хорошо помню Тец Александр прошел с каждым день Ну вот И Погодил меня К чему я очень удивился Вот И посмотрел мне в глаза Да Так мы встретились первый раз Не сказав ни слова А после службы Он еще раз подошел ко мне Потому что я никому Извините Я там так и стоял И сказал Давайте поговорим А его кто-то предупредил Что ты приведешь Мне кажется Да Наверное Эти женщины сказали Что Я сказал Я Сергей Сергеевич Оружие Вот так и так Склада Замечательно Вот Но надо поцерковляться Вот Потому что Чтобы пройти в церковь Нужно пройти категоризацию Я не то что был против Или ничего Я вообще про это ничего не знал Я думал Надо значит надо Он сказал Что вот Вам телефон И позвоните Андрею Черняков Он выбирает группу И Пойдете Обучение Затем Будет воцерковление Он знал что я крещеный Я был крещен в детстве В младенчестве И вот так я Собственно попал В дом Андрея и Карины Замечательный Совершенный дом На занятия И собственно Началась категоризация Вот В конце которой Отец Александр Приехал сам Туда на Петербургский Переулок И было воцерковление То есть Те кто не крещен Крестились Там прямо в этом доме А те кто был крещен Как я Проходили Вот первую часть Оголшение Так называемое То есть Мы читали Символ веры Отрицали сатаны Тоже Отрицали сатаны И все вот это Все И символ веры Когда я Я помню очень хорошо Как вслух Начал говорить Символ веры У меня такой пот прошел Это страшно Да Это было что-то Прям Пух Очень Трудно почему-то Непонятно почему Но это было правдой Такое исповедание Отец Значит Уже в новой деревне Уже я Попал на исповедь Но это была Такая исповедь Я не умел Исповедиться Ну то есть Ни опыта не было Ни понимания Как это нужно делать Ну отец Александр Естественно Прекрасно знал Понимал Тогда было первое Причастие Для меня это был День Такого Собственно Построковления Когда я стал членом Православной церкви И членом Прихода Но какое-то время Я ходил Как бы вот на исповедь И причащался Но это все было как-то Так Ну я и даже не знаю как сказать Нет Не формально Конечно Совсем Ну да Не очень соображая Вроде я Катхидатство прошел Но Катхидатство нашел В основном По Библии Вот А что происходит В церкви Что такое причастие Исповедь Я ничего не знал Хотя кажется Книжка Таинство слова Попала ко мне Замечательная книжка Лучше Что вообще написано На эту тему Кем-либо Кем-либо И когда-либо А вы не говорили о таинствах Не каждый Супоминает То что запоминает Да Естественно я могу Много не помнить Конечно Ну вот так И потом Как раз Андрей мне сказал Что Ты скажи отцу Александру Что можно ли К нему Надо это просто Надо записываться Договориться на встречу Чтобы Ну Отдельно Не на исповеди Когда времени нету А отдельно После богослужения Чтобы он тебя принял Выслушал Будет такая общая Я к нему подошел Говорю У меня есть столько Замечательных священников И вообще Что это такое Я говорю Ну да Я кроме вас Никому не знаю Куда я пойду Я еще знал Одного батюшка С которым даже дружил Могу сказать Отца Артемия Владимирова И вечером В субботу Я ходил к нему В русский перевор В хам В воскресенье Слава Вися Но он был Немножко такой Странный Человек Не хочу Не говорить Ничего Плохого Больше Для меня там был Святок Очень хорошо Но все равно Разница была Очень на лицо А сразу Брослава И мне Действительно Сказал Что давать В воскресенье Останется после службы Когда все Пройдут Люди Если дождетесь То я с вами поговорю Я очень ждал Этого дня И Ну в общем Вот Долго конечно Ждал Когда все люди пройдут Потому что людей Всегда очень много Вот Это было В маленькой комнатушке Там При домике При храме Буквально Такая маленькая Потом конечно В прошлый раз Приходилось В этой комнатке Бывать Это было Первое Это была Исповедь За всю жизнь И тогда уже Я хотел задать Самый главный вопрос Потому что У меня Как Такая Навязчивая Причем Очень сильная Навязчивая мысль Влетел в голове А могу ли я Быть священником Это было Так странно И так страшно Потому что Я только вот Пришел в церковь Только Причастился Первый раз Но почему-то У меня уже вот Было такое понимание Что Очень важно Про это узнать Узнать просто Если Теоретически Это возможно Через 250 Мне Когда-нибудь Стать священником Или нет Чтобы я про это не думал Я был хорошо уверен Что нет И даже через Десятьдесят лет Невозможно Почему это Меня так мучило А я тогда Тоже Благословился Александра Потому что Он благословил мне Ходить на категоризацию Вот к Андрею А еще второе Он мне благословил Прийти в московский храм Знамени Божией Матери В речном вокзале Да И там нести Послушание Алтарник Там служил Диаконом Да Да Отец Александр Борисов Он сказал Что я его нашел И сказал Что вот Отец Александр Благословил меня Быть алтаргником В этом храме И мне это было вообще Я этот храм знал хорошо Потому что он как раз был Рядом с домом Сергея Сергеевича Хорошева Он жил на фестивале Прямо рядышком был Я в него часто сходил в этот храм Хотя вообще мало храма в Москве знал Но этот знал Я тогда нашел отца Александра И вот начал там алтарничать Вот Читать что-то Записочки Псалтей Ну в общем Как-то так вот И первым я спросил у отца Александра Борисова Отец Александр Как вы думаете Я могу спросить Это не будет наглость Каким призновением Нагло У отца Александра Могу ли я быть священником Он говорит Да конечно спросите Обязательно спросите Вот Отец Александр Да Очень Ну так Относится к этому Может быть Осторожно Осторожно Да Но Вы спросите Спросите И вот Я с этой мыслью Спросите Ну это вот Общий лист Я пришел Тогда К отцу Александра Ну Сначала Конечно Я исповедался Всю жизнь О чем-то мы говорили еще Как обычно бывает В конце Как всегда Если вот Помнят люди Кто проходил В эту комнату Он Молился Своими словами Причем в этой молитве Было все О чем мы говорили И Какие-то мои проблемы Даже какие-то Мои грехи Ну в общем то о чем я каялся Что-то еще Но уже вот так вот Им Как бы осмысленный И принесенный Бог Поэтому он тебя держал Ну как бы за плечи Обнимая Я Другой Рукой он держал крест И молился Вот Это Ну это Очень сильное впечатление С молитвой Такая С живыми С своими словами И В память о тебе Никто так за меня Никогда не молился Это было как-то Очень Пронзительно И когда Это закончилось Молитва Он меня благословил Я начал уходить Но я не задал Самый главный вопрос И я боялся Задать Я уходил так Бачком Как бы Не знаю На что еще Рассчитываю Но Вот как-то так Не решительно И в дверях застрял Отец Александр Меня остановил И сказал Ну Типа Не переживай Я благословляю Я был конечно Очень сильно поражен Что я не благословляю Он говорит Ну Я даже спросил его На что На поступление В семинарию Я тебе помогу Готовиться Поступишь в семинарию И Бог даст Станешь священником Это было Для меня Конечно Представьте Он все понял Он все понял Да Ничего я не сказал И буквально через несколько дней Он назначил мне встречу Очень быстро все было И мы с ним подготовили у меня Программу Для того чтобы поступать Сильная Там на самом деле Как оказалось Ничего не надо было Чтобы поступать Никаких знаний особо Вот Но Мы готовились По всем Предметам Священное Писание История Церкви История Русской Церкви Он мне дал книги И потом Я читал Наверное Там рассказывал что-то И Ну в общем Такой был правда Подготовлен Это послужило К тому что Когда я уже в семинаре учился Мне совершенно неинтересно Учиться Потому что Ну никто мне ничего нового Искать не мог Там я уже Все эти книги Я прочитал Ну вот так Ну это По видему Первый курс Так что пошли Более серьезные Ничего не было серьезного К сожалению И до сих пор Мне кажется так Образование семинарское К сожалению Ну проучился Два курса Очень понравилось А потом стал учить Я проучился Все четыре класса Просто Половину из них Я сдавал экстерном За два года Ты закончил Да За два года Экстерном То есть Ты в восемьдесят девятом Закончил? В девяносто первом А в девяносто первом То есть Ты уже был в восемьдесят девят Ты посыл В восемьдесят девять Я наиболее тесно Я наиболее тесно Общался с Александром Угу Он мне не благословил говорить Что я с ним знаком Угу Потому что у тебя будут Большие проблемы Вот И рекомендацию мне писал не он А Тест Владимир Лапшин Угу Мы вместе туда ездили Да Да Сего забыл как назвался Ну под Чеховым Да Под Чеховым Вот это Тест Владимир Который тоже заканчивал Как и я Мейгайк Да Да Тоже Вот он там И в принципе никто не знал Да естественно Вот Но почему-то на эту тему А с Александром мы много говорили в семинаре Потому что Естественно было много у него Ну даже не скажу недругов каких-то Ну в общем Да Не хочется сказать слово врагов Ну это были какие-то враги Это были пацаны Люди Люди Которые ничего не знали Ничего не читали Да Которые так настроили Ну которые что-то слышали Да Потому что они жили в церкви И это все И Александр это прекрасно понимал И среди преподавателей это было Хотя Что удивительно На самом деле Я все с Александром рассказывал Потому что мы тогда Встречались с ним раз в неделю Это минимум Когда я учился в семинаре Он жил рядышком Ну да В семхозе И Мы зазванивались Я к нему приезжал домой Туда в семхоз И там Мы уже пили чай И беседовали Пово всем Ну Ну Главную Конечно О церкви О жизни в церкви Помню один преподаватель Который У меня сложились дружеские отношения Потом он стал епископом Сейчас он не покойный На самом деле Замечательный человек Очень по-своему искренний Образованным Кончилом МГУ Искусствоведческих факультет Она преподавала историю А мы осошлись над тем Что И он и я Очень любили Митрополита Антонио А у меня были кассеты Это вообще Летость была большая А я ему предложил Как-то Вы знаете Я говорю Отец Алексий Тогда он был дьяконом Даже еще не раздьяконом Не хотите ли послушать Что он еще удивился Что откуда у меня кассеты Я говорю Ну тут есть кассеты Записи с Голоса Америки Или висит 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 И мы вот так обменивались Точнее даже не обменивались Я ему давал Он возвращал И так мы подружились как-то И он видимо так тоже Как любой преподаватель Проникс И Ну вот такой Хотел меня Быть Наставником И Много чего не объяснял И Видел во мне естественно Такую Душу Интеллигентскую Заблудшую Хотел переделать Говорил что Нечего читать этих Булгакова, Бердяева, Флоренских Все это чушь Надо читать Святых Отцов Вот Есть Игнатий Валичининов Игнат Затворник Все Остальное все ерунда Это было уже так Странно 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 слушать Но В принципе что делать А потом он начал говорить Что В принципе Спастись можно только Булгимонах И он стал меня уговаривать Поступить У нас Ну вот Постричься Постричься А я Про это вообще не думал Что это Ну то есть Я думал быть священником И можно Для этого Вступить в брак Ну вот И Про монашство Никак Ну очень он меня смутил Знаете как Прям Такой вот он был Так одержимый И причем Ну очень Я его уважал Очень И я В таком смущении Приехал в этот вечер Он к отцу Александру И все ему рассказал Большой ход Точень На душе У меня Большая Непонятность Потому что Он не думал Про монашество Но понимаю Что он прав Конечно Спастись может Только монашество И вообще все Ну логично все И как Отец Александр Отец Александр сказал Ты знаешь Вообще В церкви всегда было Несколько путей Был путь монашеский И Да В нем Свои Как сказать Плюсы Своя глубина Свои искушения Свои трудности И был другой путь 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 Жизни В миру И Мирской Самое страшное Сказал В миру Ну и путь Иная жизнь Значит Предполагать что Есть какая-то одна А есть иная Вот Поэтому Вот так и так Он говорит Я со мной На тему думал И в конце В общем У него был период Когда он очень много Общался с матерью Марии Знак Знак Когда я учился Когда он на службу И стал смотреть Он там не сел Ну и Приехали в храм Время уже Литургии начаться Александра Нет Мы все Волнуюсь Переживаем Конечно Страшно Никто не думать Не мог Хотя Всякие мысли Литургии Потом В какое-то время Кто-то сказал Что типа Давайте расходиться Ну вот Будем ждать И мы уехали Мы с Дашей поехали Вы уже были знакомы? Мы были знакомы Да К ней домой Я помню В Москву И в пять часов вечера Прошло извести Страшное Которое было невозможно Поверить Даже то Чтобы Поверить А просто его как-то Принять Вот это было Немыслимо Совершенно Я не знаю Это было такое Присение какое-то Прям Как жить Было Вот это Я Может быть стыдно это говорить Но Наверное имеет смысл это сказать Так наверное часто бывает Когда ты Переживаешь Смерть Кого-то из близких То ты Может быть не в последнюю очередь Переживаешь за себя Как же ты теперь будешь без этого человека И вот тогда было это ощущение Как можно жить без отца Александра Мы это все пережили Именно с этой же мыслью Да Как это можно жить без него теперь Нельзя Мы не были на службе Мы не были на службе в этот день У нас мы были 2 сентября И договорились с отцом Александром о разговоре большого 16-го через воскресенье А 9-го мы были в Москве На службе наверное в антиохийском Мы ходили в Москве в антиохийское подворье Рядом с домом В тем местом где мы жили И когда мы вернулись домой Начались звонки И вот тоже полный шок Как будто жизнь вот кончилась Непонятно что ли Это она ему кончилась Это так и было Что она кончилась Точно совершенно Проси Дашь на виду Она кончилась Это точно Сто процентов я могу сказать Вот эти дни до 11-го Мы поехали 10-го наверное утром Мы поехали в Сергеев Посад В Симхоз В Симхоз Да Калицке я тоже помню Вот А я поехал в семинарию Это был как раз Ну мне надо возвращаться Ну на уроки Там уже все фиксируют и все И Вот тоже меня благодарен Я встретил на вокзале Случайно Никогда решили встречаться Артемия Владимирова Я ему сказал Я знал что он плохо относится к отцу Александра Знал это наверняка И от него И от других его там Прихожан Одному моему другу он говорил Который раз спрашивал Можно не ходить на лекции отца Александра Он говорит Ходи только Творим Иисусу молитву непрестанно А то будет беда Ну то есть ну понятно Такой Как бы еще и Из мягких отношений Оно явно негативное А у меня он знал что я вот Прихожанин и все Никогда он ничего мне Про плохого процесса не говорил Но тут он так тоже Отреагировал Да Очень душевно Он меня заколкнул Сказал какие то важные слова И это было очень нужно Мы с ним доехали вместе До Сергея Посада До Загорска Да До Загорска До семинара Он тоже Он преподавал Русский язык преподавал А мы приехали в семхоз Где было то вот море крови А потом поехали Мы тогда вместе ехали в машине Забирала туда уже Да Потому что у нас была запись Мы ехали сзади этой машины А у нас только-только появилась Видеокамера С Андреем Демидовым Да И как бы эту процессию Вот эта вот та машина Которая везет отца Уже не отца Уже тело отца И это так было страшно Ехать вслед за этой машиной Как будто ты В другой жизни Это все происходит Что-то такое Так что ты для нас Для всех Я хочу тоже сказать Что для меня очень странно Было Потому что я вообще очень Ну у меня тогда было сколько там 18 лет Ну в общем я Не могу себя называть особо там Скать Какой-то верующий там Или еще что-то такое Но Те мысли которые возникли у меня Когда вот Мне сказали Про смерть отца Александра Они такие достаточно Я думаю Что вот Мне в голову пройти Вряд ли могли бы Но пришли Так очень Ярко И Я думаю Как-то Может быть не случайно Прям вот очень четко У меня вообще редко такое бывает Я прям стала Я вообще не так много и молилась То есть нельзя сказать Что такая молитвенница И почему-то я вдруг стала молиться За человека Который его убил Вот у меня Очевидно прям возникло Что это просто Какой-то вот Для него Для этого человека Это какая-то катастрофа И Недолго Наверное Продолжалось Но вот это ощущение Меня само удивило То есть я поняла Что То есть он сделал что-то Такое Настолько Немыслимое Ну как будто там Не знаю Иуду Ну да У меня не было таких мыслей Конечно Да Но это было такое Странное Очень сильное ощущение Вот Поехали Да Я помню сюда В семинарии Тоже было для меня Совершенно поразительно Я пошел Отпрашиваться Потому что Понятно было Что занятия быть уже Немного Никак Ну надо быть В хаме Ну понятно Надо было Отпрашиваться Просто нельзя было идти Я пошел К инспектору Это был Замечательный Саша Человек Отец Сергей Соколов Это Будущий еписк Да Будущий еписк Сибирский Из этой вот семьи Соколовых Да Отец Он вообще был инспектором академии Ну а А У нас был другой Совсем другой Смысл Дмитрий Копалин Вот Вот Я уже был В четвертом классе И у нас Вот Был тоже Сходение Я к нему Пошел в кабинет Батюшка Благословитель Можете Отпустим Можете Можете Ну Эти дни Были Страшные Он стал рассказывать Он так Дома хотел К нему Приехать Познакомиться О Да И как Потому что Они еще были Связаны С Николаем Врачим Пестовым Да Потому что Это был Двух семей Вот Соколовка Жарит Потери Для церкви Неусполнимые Потери И вот Ты не слышишь Я живу Вот Здесь Думаю К чему-то Важно Это было очень важно Конечно Свидетельство Ваше Очень важно И потом Уже Мы были Я был В храме Была ночь Мы читали Евангелие Да Да Евангелие Читали Всю ночь И вот Это тоже был Совершенно Потрясающий опыт Когда Он Он Умирал С открытым лицом Там В храме Где Мы все Его привыкли видеть Совсем иначе Но У меня было ощущение И была Такая Тишина Такая Очень густая Тишина Плотная И вот Было ощущение Что Смерти нет Что если Такой человек Как бы Вот Было Полное ощущение Что Наверное Я говорю Какую-то ерунду Но Чуть Говорить Такой Было Переживание Что Смерти нет Не может быть Смерти Потому что Это Не Не Может быть То есть Может быть Конец Да Этот человек Как бы Смерть Смерти Нет Вот Это Было Очень сильно Тоже Очень Просто Я Уже Срам Не Уходил До Погребения Мы Уехали В Москву Приехали Как Пивание Каждый день Смерть Постоял На колокольне Все С Такой Едер Очень Помню Твоего Папа Тебе Тогда Ищил Володю Многих Помнишь Лица Просто Кто Был Где Он Был Был Как Вчера Сейчас Смотришь Это Видео И Вспоминаешь Как будто С Пушкин Бах Как Вчера И Такое Ощущение Странное С одной Катастрофы А с другой Стороны Вот мы Все Вместе Это Он Было Ощущение Что Он Нас Собрал И Мы Нас Благословил Вот Это Было Может Даша Скажет Что Тут Рассказывает Что Это Его Благословение Что Получается Так Что На самом деле Я Действительно Дико Рациональный Человек И Рассказывать Какие-то Такие Мистические Вещи Вот Кто Кто Может Но Почему-то Когда Вот В данном Случе Надо Что-то Вспомнить И Сказать Получается Что Действительно Все Какое-то Такое Не Совсем После Смерти Отца Александра Мне приснилось Как он Воскрес Это Наверное Для всех Это Обыденная Вещь Я знаю Многим Снятся Умершие Люди Не то Что Знаю Но Для меня Это Было Неожиданное Явление Вообще Сон Еще Такой Единственный Наверное Раз Потом Когда Ну Для Что Слава Хотела Чтобы Я Рассказала Я Не Собиралась Выходить Как раз Не Не Конкретно Но Четко Для меня Очевидно Как Странно Звучит Но Если бы Не Отец Александр Я Наверное Верующий Это Вообще Не Осталось Потому Потому Что Опять Таки Со Своими Особенностями Характера И Рациональным Заглядом На жизнь И С детским опытом Встречи с Н Количеством Других Священников Не Будем Об этом Распространяться Сейчас У меня В общем-то Был большой Вопрос То есть У тебя был Негативный опыт? У меня был Негативный опыт Я могу Может быть Если кому-то интересно Что-то в двух словах сказать Только для того Чтобы Понимать Что Для подростков Личность Отца Александра Была Такой Наверное Какой-то Совершенно Удивительный Замечательный Несмотря на то Что Я не знаю Может быть Другие подростки Были умнее меня И записывали его слова И запоминали его речи Это не про меня Что за такое я помню Но Наверное Уже больше рассказов Но зато я точно знаю Что Несмотря на все Негативные Весь негативный опыт Практически Который Мог быть Подростком Очень важно Чтобы Не было Яйцемерия А когда Ты видишь Вокруг В каких-то других Местах Или там Тем более Среди Священников Какого-то И они очень Чувствительные Подростки Какие-то Такие моменты То кажется Что ну Врут Конечно Врут Ну и вот Я думаю Что только личность Отца Александра Она каким-то образом Чудесна Опять же таки И Простите Про чудеса Она оставляет Да Вот Даже таких людей В церкви И Тут Тоже Как-то Когда Вот Это событие Произошло Я Даже Не очень Помню Как Но как-то Было очевидно Что мы должны Быть вместе Что мы должны Пожениться И как-то Да Почему Никто не понимает Не знает Но это очевидно Да Это и вообще Я живу Ну вот И как-то Действительно Это Я думаю Что это Сейчас Вот По истечении этого Времени Мне кажется Это тоже Было своего рода Извините Чудом За полгода Мне Те Светландр Сказал Когда Там Первый раз Случилась Какая-то Такая Что Я испытывался Что это может не быть И Страшно Переживал Это было такое Горе для меня Как все понимают Горе Да Я приехал Светлана Я даже приехал К нему Уже У меня было Словил Уехать Куда-нибудь Нет Тогда Было В спитаке В спитаке Ну Если Там Можно Какие-то Помощники Там Будут Медбраты Какие-нибудь В спитаке Вообще Все Все Будет Хорошо Все Будет Как Господь Как Господь Попускает Тебе Из Из Пасторского Уже Понятно Священники Общаются И с детьми И с взрослыми Они общаются И не думаю Что в то время У него было Намного Больше времени Чего У сегодняшних Священников Однако Сегодняшние Священники Насколько я знаю Может быть И конечно Всегда есть Исключения В основном Все Таки Предпочитают Общаться С детьми Например Ну Какими-то Эмскаловскими Отрядами Воскресной Школой Чтобы Насколько Я знаю Никогда Не экономила Время На детях Да Я конечно Сама Не очень Помню Это Но Я помню Очень хорошо Рассказы Как В этой комнате Или помню Эту комнатку Когда Ждешь Очереди Заходишь А потом Видно Из рассказов Соединились Как-то Взрослые Сидят И ждут И думают Ну ладно Лебенка сейчас пропустим Сейчас через 2 минуты Выйдет Но За 2 минуты У него не получалось Что На самом деле Для меня сейчас Удивительно Потому что Конечно Там потратить Скорее Количество Времени На Взрослого Молодого Человека Которая Будет ходить в храм Все понимает И про Хлоринского Ты ему можешь Рассказать А не про Колобка Тем Времени Это здорово Это очень важно Это здорово Это очень важно Я помню Я помню Очень хорошо Сегодня так и было Да Знаете Бывает Так Что ты чувствуешь Что время Уступает Виное И Вопросы Вчера Еще Были Вопросы 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 Они снимаются Потому что Другие Ставят Вопросы Ну Даша Сложилась Совсем Интересно Одновременно Стать живой Священником И дочкой Священника Тут же еще И с папой Все решалось Да Это Такой крутой Повал Для всей семьи Могу Потому что Кого Он только не за Священником Ну За священника Вытица Уж нельзя Ну Я же Не понимала Понимала Что ты И венчал нас у тебя Владимир Вообще Нет Архив Аааа То есть К этому времени Он уже стал священником До сорокого дня Нельзя было Играть Свадьбу А ему нужно было Улагаться А ему Его Руку положили за Играть 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 Все сложилось Дорогие То, что вы рассказываете Чрезвычайно Важно И дорого Мы Были все Очень близко Друг к другу Это часть нашей жизни Хотя Эти детали Конечно Мы ваших не знали Вы наших не знали А после этого Началась Ваша серьезная Уже Такая Вот Часть жизни Когда То Что было под вопросом Уже все состоялось И ваш брак И священство И Ваши дети А вот Приход Когда появился ваш приход Макаровский Собственно От появился Можно сказать Тогда Когда Я Собственно Стал Инвестер Рукополагали Уже К этому приход Да Все Понятно Я еще учился В семинаре И Да И Тогда Так получилось Что В общем Через Всяких Знакомых Как всегда Это бывает Дело в том Что Здесь В Черной Подоловке Собственно Изначально Были люди Прихожане Отца Александра Которые Ездили К ним На службу Несколько Человек Саша Биланов Инга Здравстан Мельцов Делать Не основывал Макодельник Ченков Да Ну вот Он И Собственно Саша Биланов Ко мне подошел В новую деревню После службы Я помню В сентябре был Еще То есть День не прошло И Он Говорит А ты Не хотел бы быть священником У нас в Черноголовке Мы Сейчас Возвращаем Церковь Там Нужно Будет Все Сначала Я Затем Спросил А Где Ваш Ну Черноголовка Он сказал Я говорю В городе Меня отец Александр Не благословил Священник И правда Был такой Он с ним Разговор Мы сидели Долго Разговаривали И он Говорил Сейчас очень важно Восстановление Такой общинной жизни Чтобы у священника Возможность И Время Разговаривать С людьми И Как-то Вот А не просто Скажу Так Требу Совершать Или даже Богослужение То есть Важно строить общину Да Важно строить общину И Он говорил Что Если будет такая возможность Выбора Нужно идти В храм Который Не в городе А где-нибудь Деревни Пусть он будет Разрушен далеко От города То есть Людей мало Но Господь приведет людей И даст силы восстановить Но зато Если это будет В городе То это будет Потоп Нескончание людей Это будет Почти невозможно Не вести никакую Церковную жизнь Я очень хорошо это запомнил Даже мы с ним Выбирали место Где может быть Такой храм Под звеней Где-то Вот И поэтому Когда мне Саша был Он сказал Что он в Черноголовке Он говорит Это такой город Ападемический Центр А мне Были с ним Плохие очень Ассоциации Потому что Где-то Может быть За год до этого Я помню Я тоже ждал С Александра После службы Так и не дождался Его увезли Хотя Уже почти Моя очередь Подходил И когда его Возили Приехала какая-то Принимали Имя С Дракова Вот На своих Жигулях И я Уже с Александром Куда же Он говорит Вот Черноголовку В общем Он так сказал Подкинул Уставшим голосом Я так Мне стало Жалко Какая-то там Черноголовка Черноголовка Я говорю Что это такое Какой-то Закрытый Научный городок У меня сразу Говорят Закрытый Большой забор Ключи Проволок В общем Мне стало жалко Отца Александра И Черноголовка Таким местом Вот мне так Говорят Черноголовку И я говорю Нет-нет-нет-нет Храм в деревне Это реально Черновка есть Деревня там храм Ну если в деревне Другое дело Ну вот И я туда поехал С Сашей Посмотреть Да И приехали в Черноголовку И меня сразу Покорила в первых Черноголовках Он говорит Не было колючей проволоки Не было Ничего Это было Была октябрь месяц Такая золотая осень. Красивые леса. И он повез в него Макарова. Там был как раз забор. Вокруг храм был дурацкий, бетонный, жуткий. Потом, когда уже был наследительный, я еще мечтал, как его снести. Это было очень непросто, в конце концов смогли. Снесли? Снесли, конечно. Сейчас другое. Ну вот. Он сказал, вот так и так. Я говорю, ну конечно, я не против такого. И я еще учился в семинарии. И это было время, как я помню, преподобного Сергея Рады, что это 8 октября, что это 7 октября. Ну вообще-то здесь. То есть сейчас время дней не прошло. Да, семнод РПЦ в Лавре. И меня вызывают к себе в этот семинарии. Он говорит, так и так. Значит, учиться уже нет времени. Надо снять священие, надо восстанавливаться. А ему кто-то доложил? А ему доложил. Отец Сергий Соколов? Нет. Вот через Белавина. А через Белавина. И через, как я понимаю, Сергея Бычкова. Ага. И через этих людей. Да. Он же на меня здесь вышел, узнал про меня все. Ну почти все. Потому что он спросил. А как вы, женатый? Я говорю, нет. Удивился очень. Потому что мы меня представляли как уже ставленника. Говорит, а невеста хоть есть? Я говорю, есть. Я не думал. Это не было невеста. Официально еще не было. Даже не официально не было. У Господа она уже была. Я говорю, есть. Хорошо. Тогда вот вам, значит, неделю. Значит, вы решаете свои проблемы. Расписывайтесь. Венчайтесь. И затем в епархии будем руководить. Три дня будет. У вас медовый месяц. Три дня. Ну да. Я был так счастлив. Так все быстро мы сделали. А дальше? Я помню, пришли в этот ЗАГС. Они говорят, там, типа, через месяц только. Я не думаю, что я семинарист. У меня вот такое положение. Они так вот тогда это все боялись. И говорят, все, 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 все. Приходите через два часа. Дашь мне через два часа. Может, просто расписали. Ну, без всяких этих фанфар. Все. Даша уже не сопротивлялась. Ну, куда же сопротивлялась, когда все. Благословлено. Да. И, да, на три дня у меня два месяца мы смогли выбраться в Кокбель. Да. Там провели прекрасно три дня на Кородаке. Вернулся я и сразу туда, вот, в епархию. И мне, так сказать, надъехали Дмитров. Там мера полагали. Дмитров дьяк, а в Ступино. Это уже священническая оператория. Да. Все. А что было при этом. А на следующий день уже сюда, в Макарово. Храмы разрушили. Еще нет людей, я не знаю, никого. Таких не было людей. Когда мы собрались, было человек 15. Людей, кто были крещеных хотя бы. Но это так было все важно. Потому что это было полупредставленнейшим. И 40 дней не надо было служить где-то в практике? Нет, два дня я служил. Да. Все полупредставленней программе. Ну да. В Молодежьем монастыре. Вместе, знаете, с кем? Со Сумпетром Коломейцевым. Да, вместе. Да. Он все время вспоминает. Видит. О, мы же с тобой проходили практику вместе. Долго очень. Два дня. Так что можно? Ну я два дня, а он побольше. И как стало складываться здесь? А здесь все стало складываться, мне кажется, очень хорошо. Потому что вот этот опыт Андрюши, в частности, катехизация. Я еще проходил катехизацию, вел группы со Сумасовым Борисовым. То есть у меня был какой-то опыт. Свой уже, да. Да, свой. Он очень пригодился, потому что, ну понятно, как людей собирать. 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 Лучше всего через такие вот занятия. Я стал такие занятия вести. В школах. А где здесь же не было здания, как я понимаю? Ну конечно. Просто в школах, в доме ученых. Ну то есть просто объявление встречи с священником. Вот. И приходил народ? Очень много. Но ты же вспоминаешь, какое время было. Надо сказать, кстати, что сюда приезжал до этого, до меня отец Александр. Люди уже видел священника. А, да. С одной стороны, это, конечно, было для меня сложно после отца Александра. С другой стороны, уже что-то было, так сказать, как бы сломано. Путь был пролог. Да. Он много здесь читал лекций. Немного. Три или две. Это много. Целый курс по русской религией, философии, он читал в черном лавке. Угу. А этого много. Угу. И в школу ходил, и все. И до сих пор люди вспоминают, о-о-о. И меня ассоциируют, конечно, с Александром Карвод. Ну типа я его ученик. Это, конечно, не та неправда. Это правда? Это правда? Правда? Ну, не знаю. Это правда, правда. Саможеланец. Нет. Ну то есть я пытался, конечно, чему-то учиться. А вот чему учиться, не знаю. Я помню, что вы с отзывами говорили, что все ученики отца Александра, типа как дети лейтенанта Шмидта, это плохо. Но когда уж совсем открещиваются. Ха-ха-ха-ха. Нет, я не открещусь никогда. Мы свидетельцы. Просто ученик – это все-таки ученик. Это определенное обязательство. Да? Ну, обязательство. Я чему-то учился. Разве ты можешь сказать, что ты у него учился? Разве твой опыт, как его посомово, не помог тебе потом в твоей пасторской? У меня другого опыта и ты не был. Не было, вот. У меня был только один опыт. Ну, вот и все. Я знал только одного священника. Уже других очень кратко. Там кратко стал митрополит Антонио. Ну, ты у него не испарился митрополит Антонио? Ну, я с ним беседовал. Ты с ним беседовал, да. Но с отцом Александром у тебя есть опыт еще. Нет, да. Это не сравнение, конечно. Именно отец Александр, конечно. Потом я помню твои рассказы, что вы ходили с ним по книжным магазинам. Ну, да. Это была история тоже потрясающая, потому что, ну, какая она настолько дивная. И, как бы, опять-таки, незаслуженная у меня свалилась. И все завидовали тебе. Да. Отец Александр ко мне обратился. Я понимаю, потому что я был самый молодой из его паства. Вот. А нужно было носить большие тяжести. Книги. Книги. Это было шесть томов. Таких большого формата. Ну, их, наверное, многие знают. Библиологические слова. Да, да. Вот то, что было собрано на машинке и переключено. То, что он сам сделал. И владыка тогда ленинградский Алексей Редигер пригласил его, попробуя защитить этот труд в семинаре там, в Ленинградской. Соответственно, Александр очень был рад и очень надеялся, что все получится. Но не приняли, потому что не поверили, что один человек нас вышел тот труд. И мы поехали. И он меня попросил просто быть таким носильщиком. Так что это вот. Ты туда вез, да? Я вез туда. А обратно вез я. А. А жили мы у отца Василия. Нет. А у отца Василия. А у отца Василия. Да. Замечательный батюшки тоже. К отцу Львову тоже заходили. Он еще не был отцом Львову. Ну да. К Леве с Юлей. Но живет отца Василия. А. А. Замечательный батюшки. А у него тоже исповедовались. И вот когда я там жил, значит, ну он отнес, мы отнесли эти книги туда в семинарию. Сдали, там оставили, все они должны были все читать. И потом... В Академии. В Академии, да. Здесь. И у нас было время какое-то. И он меня водил по Питеру. Какую часть. Да, ну причем, как он меня водил, не в смысле, ну и так, прям по гукинистам в основном, гукинистическим магазинам. Это надо было видеть, как их там менялся, загорались глаза, как он сказал. Начинал с книги селестать и все там. А один раз он меня повел в музей атеизма и религии. Ага, в Казахстане все равно. Да, с экскурсией. Вот у меня есть там экскурсии. Но его там знали. Ну, может быть. И он знал эти экспонаты, которые там были. Сотрудники его знали. По-хорошему. И он вот вокруг, прямо в этой экспозиции, выстраивал свое. Свои рассказы. Совсем не атеистические. Да, это было тоже очень здорово. Там много было вот с эволюционной темой связанной. Расхождение человека. Вот тоже 13 Александра здесь. Конечно. Вот. А с общиной будущего отца Льва вы уже общались, потому что отец Александр был в Кучельной. Да, мы общались еще раньше. Андрей не возил. Но отец Александр был в Ленинграде, тоже у них бывал на встрече. Да, да. А вот в тот приезд не было такой встречи. Была тоже. В Левосвире. В Левосвире. В Левосвире, да. В Левосвире. Да, да, да. Я уже знал всех. Как бы ваша община вырастала здесь и параллельно вырастала их община в Петербурге, а потом уже в Ленинграде, в Петербурге, а потом и в Кондопоге. Потом меня отправил отец Александр после того, как мне закончили институт. У меня был месячный отпуск. Я говорю, батюшка, где мне привезти в отпуск? Он говорит, в монастырь поехать. Он говорит, да, это здорово. А был великий пост начинался. Я хотел в Данилов монастырь. Он тогда открылся только в Москве. Или в Оптину тоже долго открылась. Он говорит, не поезжай в Пюхице. Он никогда не закрывался. Абсолютно то же самое было с нами. И там был знаком как раз с Левиной общиной такой, Анатолией. Он там там работал с Плотником. А, да-да-да. Вот. И как раз с этим Анатолием было чудо такое, маленькое, смешное, которое я вспоминаю. В моей жизни так много было таких вот событий. А этот вот, ну вот он был Плотником. И у него были раны на руках. Мозоли всякие там. От работы. От работы. Вот. Причем даже больше на одной руке как-то. Женский монастырь. А работы физическая много. Ну да. Вот мы приезжали. Плотническое мастерское. Вот там все время такие столы сдули там. Вот. Я тут как-то к нему прихожу. Говорю. Слушай, а вот тут вот все ходят на источник. Ну я жил с паломниками. Ну вот как ты думал, что стоит сходить? Он говорит. Ну давай. Конечно стоит. Там вот. Где было явление иконы Божией Матери. Ледяной источник. И мы прошли. И он пошел. Там такие перилы уходят. Ну как в купель. И ты заходишь. Можешь спуститься. Ну уже. И там уже окунаться. Можешь держаться еще за перилы как-то. Ну вот мы зашли и окунулись. И он зашел тоже. Но как бы вот был холод. Уже был март или какой-то. В общем ну великий пост в общем. Холодно было. И на улице было холодно. И там было холодно. В общем за перил не хотелось отцепляться. Он одной рукой не отцеплялся. Присок какому-то привелся? Нет. Просто не отцеплялся. Держался? Держался. Ну как-то вот психологически, да? Окунулся. Все вылез. И на следующий день он меня встречает. Я говорю, смотри. Показывает свои руки. У него обе руки были раньше все в язвах. Вот этих мозолях. Показывает. Одна рука чистая совершенно. А другая. Которая держалась. Которая держалась. Так и осталась. И вот видишь. Еще я про это не просил ничего. Это вот я произошел. Вот такие маленькие. Да. Для меня тогда это было. Я только начинал жить в церкви. Как это было очень важно. Я жил там полтора месяца. И работал тоже почти все время. Ну двор так уж у меня был привычный. Потому что я в Москве. Сейчас студенчество работает. Да. И там тоже греб снег сегодня. Все дорожки. Все, 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 все на мне бухло. Но я еще много наслышался людей. И это очень важно было, что такое церковь. Почему она живет. А там вот ты живешь. И каждый день тебе новые люди приходят в его келью. И каждый рассказывает. И каждый рассказывает. Я рассказываю историю. Но мы с вами счастливые люди. Мы застали отца Александра. И это для нашей жизни было невероятным подарком. И на долгие годы. И уже после этого. Я думаю, что отец Александр присутствует в нашей жизни по сей день. Это точно. Но при этом мы вот часто думали даже. Как же было бы, если бы вот сейчас можно было к нему приближать. Ох да. И все рассказать. Ох да. То же самое. Такое счастье не может быть. Но оно продолжается по-другому как-то. Но оно все равно есть. Знаешь, много раз приходилось думать. Я понимаю, что можно уже заканчивать. Андрей сказал. Ну и пора. Много раз приходилось в голову, что вот если мы получили столько любви. От отца Александра. То Господь, он еще сто раз больше дает любви. Да. Он сам источник любви. И вот то же самое после смерти отца Александра. Если он нас не оставляет. Если мы чувствуем его помощь, его участие в жизни. То через него мы чувствуем и поддержку Господа. Для меня вот это стало мостиком, основанием, чтобы понимать смысл нашего обращения с молитвой к святым. Они вот так вот участвуют в нашей жизни, донося нашу молитву. То есть можно и мы обращаемся напрямую к Господу. Но отец Александр знал каждого из нас лично. И это он все наши беды, проблемы через свое сердце пропускал и доносил до Господа. И для нас это очень важно. Для нас с Андреем, я думаю, для вас с Дашей тоже. Конечно. Спасибо вам, дорогие. Я верю, что мы вас очень околели. Просто мы сейчас в таком состоянии. Вот такая произошла у нас встреча с нашими друзьями. И вы наверняка заметили, как отец Вячеслав говорит о встрече с отцом Александром как о главном событии в его жизни. Что именно эта встреча стала как бы прологом к его встрече со Христом. Это была та встреча, с которой началась его новая жизнь. Мы сейчас услышим одну из бесед отца Александра, где он говорит о важности встречи. Встреча со Христом – это на самом деле необходимое условие для того, чтобы человек стал христианин. Без встречи не происходит ничего. Жизнь не меняется. И вот послушайте, как об этом будет говорить отец Александр. И на этом закончим нашу сегодняшнюю свою передачу. Встреча. Это не только храм был праздник, а это еще и самое великое слово в нашей внутренней жизни. Потому что для всех для нас важнейший момент не являлась встреча, личная встреча с Господом. И все мы пришли к Нему и пришли в храм именно потому, что эта встреча произошла. Ведь может она происходит у каждого человека. Я уверен, что Господь к каждому человеку стучится, не называя часто себя. Но человек может оттолкнуть, может повернуться к Нему спиной, может не захотеть этой встречи. Вот. И для вас, которые на эту встречу откликнулись, каким бы славом ни был наш голос, понимаете, когда все-таки для нас самая драгоценная, что мы на своем пути тебя, Боже, встретили. И, подобно Анне, мы можем засвидетельствовать, что это придало нашей жизни неисчерпаемую глубину, огромный горизонт, такие полосты, которые не исчерпаются никогда. Что это дало нам импульс для борьбы. И хотя мы увидели множество трудностей на своем пути, но зато у нас начался путь вверх. Для вас, для достаточно молодых людей, не всегда ясна ценность пути вверх. Потому что пока еще чисто жизненно, житейски, физически, вы еще идете вверх. Но когда человек доходит до определенной критической точки своей жизни, он начинает идти вниз. И когда вы это почувствуете, вы узнаете, как драгоценно то, что Евангелие, сила Духа Божия, встреча с Христом, дает нам возможность идти вверх всегда. До такой степени, как бы мы ни ползли, как бы мы ни спотыкались, как бы мы ни делали зигзаги пять лет назад, что все равно мы приобретаем. Внедуховный, естественный, внедуховный человек всегда только теряет. Теряет, теряет. А мы приобретаем. Если бы мне сейчас предложили вернуться в 20-летний возраст, я бы ужаснулся. Потому что вспоминая о том возрасте, я почувствовал бы себя просто нищим, обворованным. Обворованным по отношению к тому, что за истекшие годы пришло ко мне. И с этим сокровищем уже расстаться было бы трудно. И поэтому всегда эта встреча для нас есть стимул движения, призыв вверх. Продолжение следует...